Мы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет немного необычное видео, такое внеплановое. Мы решили еще с другой девушкой, блогером Таней, снять видео, где я на своем канале, а она на своем канале будем отвечать на самые странные вопросы от подписчиков. Так как, по сути, особенно странных вопросов мне не задают, то Татьяна для меня составила вопросы. По идее, их должно было быть 10. Таня, я насчитала 23. В общем, располагайтесь поудобнее. Похоже, видео будет очень длинным. На некоторые вопросы я буду отвечать коротко, так как они, возможно, меня не очень касаются, а на некоторые буду давать такой обширный, развернутый ответ. Иногда они совсем однозначные, односложные. Ну, в общем, то, как я вижу ситуацию, как я ее понимаю. Ссылку на Танин канал я оставлю в инфобоксе, так что заходите. Это очень интересная девушка, я обожаю ее влоги, путешествия. Мой самый любимый влог, это про Австрию. Обязательно посмотрите, это море позитива и вдохновения. Итак, приступим. Первый вопрос. Даешь ли в долг, либо берешь ли в долг у людей? Да нет, сейчас не беру в долг. Если кто-то просит занять, это в любом случае небольшая сумма, то есть та, которую, даже если человек мне не отдаст, мне не жалко, ну, не то, что не жалко будет потерять, а она особенно как-то не будет ощутима для моего бюджета, для моего кармана. Раньше, в студенческие годы, да, я постоянно занимала у подруги деньги. От зарплаты до зарплаты вообще я не умею распоряжаться деньгами, заниматься планированием, экономить, откладывать. Я всегда поражаюсь людям, которые как-то очень холодно реагируют на денежные поступления в свой бюджет, умеют всё спланировать, рассчитать, спрогнозировать, подстраховаться и особенно отложить на какой-то чёрный день деньги. Вот я этого делать не умею. Но сейчас стараюсь более или менее рационально тратить деньги, но всё равно я подвержена таким эмоциональным покупкам, но денег не занимаю. В последнее время денег я не занимаю в последние лет 7. В последние лет 7. Самое главное воспоминание из детства. А все основные воспоминания из детства, они связаны с моей бабушкой. Так как мы раньше жили в Тольятти, на лето меня отвозили к бабушке в Украину. И для меня это самые сладкие, самые лучшие воспоминания. То есть я не знаю, что такое детские лагеря, где дети отдыхают. У меня мой отдых был у бабушки. Это всегда было самое вкусное время. Куча фруктов, абрикос, шелковицы, свежих каких-то испечённых пирожков. И бабушка каждый раз говорила «Ни, цены пирожки». Вот у той раз были пирожки, як пирожки. А цены пирожки. Хотя они были самые вкусные, просто самые вкусные. И в следующий раз она опять пекла пирожки и говорила всё то же самое. Потом раньше, когда заправляли постель, на подушке так украшали какими-то такими из фатина, из сетки накидками. И я надевала эту накидку и скакала перед бабушкой на одной ноге. И мне казалось, что я просто невероятная балерина. Я исполняла танцы, кружилась. И вот такое было выступление. Так я, в общем, буду рассказывать непоследовательно. Ещё я в детстве очень мечтала в общественном транспорте, когда мои ноги буду доставать до пола, чтобы я могла касаться пола. Мне хотелось как-то более устойчиво сидеть. И я всегда в общественном транспорте рассматривала женщин и говорила маме, «Мама, я когда вырасту, ты мне купишь такую помаду и такую помаду, и вот такую помаду, как на той женщине». И туфли. Всегда обращала внимание на туфли, на высоких каблуках, ну или вообще на каблуках. И тоже у мамы просила туфли. Такие купишь, когда вырасту, такие туфли купишь, когда вырасту. И что ещё? Мы ехали к бабушке на поезде. И для меня это тоже было самое лучшее время. Как бы меня не кормили перед длительным путешествием, я всегда ждала момент, когда тронется поезд, и можно будет есть варёные яйца, вкуснейшие какие-то помидоры, обильно посыпанные солью и копчёную курицу. Вот это для меня была одна из самых вкусных трапез. И мама надо мной всё время смеялась. Но мне как-то вот эта вся атмосфера, поезд, и обязательно, чтобы было не купе, а плацкарт, куча детей с ними, можно было бы познакомиться, играть и есть. Такое воспоминание. И дальше поезд же ехал двое суток. Была длинная остановка в Москве. И каждый раз мы остановились, ну то есть пока я была маленькая, останавливались в Москве, и я говорила маме, мама, пойдём в гости к Боярскому. И мама мне говорила, Катюша, но он же живёт не в Москве, а в Питере. Я почему-то была уверена, что Боярский нас очень ждёт дома, чтобы мы к нему пришли. Вот такие вот воспоминания. Ну и дальше, конечно же, там мавзолей, кладбище, экскурсия, а я хотела в гости к Боярскому. Следующий вопрос. Вредная привычка, от которой не можешь избавиться. Ну, вредная привычка, в принципе, я не пью и не курю. В принципе, пью кофе на ежедневной основе, это моя слабость, мне нравится вкус кофе, я бросать пить не хочу, хотя я понимаю, что он плохо влияет на моё здоровье. Окисляет организм. Сначала я получаю такой всплеск энергии, а потом мне приходится расплачивать вот этот всплеск энергии подавленностью, повышенной какой-то усталостью. Раньше я вообще пила очень много чашек в день, от трёх до пяти. Сейчас, ну, одну-две стараюсь. Одну-две, добавляю ложку мёда, и мне нравится такой вкус. Нравится такой вкус. Пью без сахара, кстати. Возможно, с каким-то шоколадом, халвой, ну, вот с чем-то, с ложкой мёда очень люблю. И ещё у меня такая есть как бы слабость, и это, разумеется, вредная привычка. Здесь хорошего ничего нет. Я люблю объедаться на ночь перед сном. Объедаться на ночь перед сном. И вообще я люблю поесть так, чтобы вот именно не было, знаете, как говорят правильно, выйти за стола с лёгким ощущением голода. Я так не могу. Мне надо вот через меру переесть. Вот я получаю от этого удовольствие. Вот такие вот у меня вредные привычки. Следующий вопрос. Москва слезам не верит. Случалось ли с тобой, когда Москва показывала зубы? Ну, я так понимаю, здесь касается вообще по поводу любого большого города. Что я могу сказать? Безусловно, приезжать в большой город это очень тяжело, когда необходимо снимать квартиру, необходимо иметь хорошую работу, чтобы оплачивать квартиру. Плюс ещё хочется красиво одеваться. То есть, ну, в молодости, ну, в период, скажем, с 18 лет я жила без мамы. Это всё такое новое, университет, новые люди, большой город, они немного другие, вообще иначе мыслят, чем в маленьком городе. Мне было, конечно же, тяжело, и я не понимала, что на самом деле люди делятся не то, что по интересам, а даже не со словем, а по материальному достатку, и люди общаются тогда, когда им выгодно с тобой общаться. Ну, по сути, как говорят, нужно общаться с успешными людьми. Я долго к этому привыкала, и мне это отчасти было как бы больно понимать и осознавать. Но со временем я привыкла, а вообще в Киеве у меня, по сути, нет так знакомых, я ни с кем не общаюсь, я живу вообще закрытой жизнью, у меня есть только мой YouTube и маленькие дети, которыми я занимаюсь. В плане такой материальной самостоятельности в Киеве мне не пришлось бороться за такие вещи, ну, то есть думать о завтрашнем дне. Поэтому Киев не показывал мне свои зубы. Ну, и вообще Киев — это не то, чтобы такой прям мегаполис. Здесь плюс-минус все друг друга знают, так или иначе, как-то косвенно связаны. Я не могу этот город назвать каким-то холодным, суровым. Если вы молодой, энергичный, найдёте обязательно работу. Хорошие работники везде нужны и с хорошими сотрудниками есть проблема. Главное — быть ответственным, иметь определённые компетенции, тогда никто вам зубы показывать не будет. Пятый вопрос. Писала ли ты стихи от несчастной любви? Ну, как таковой. Прямо несчастной любви у меня никогда не было. Всегда плюс-минус была взаимная любовь. И нет, мне никогда не хотелось от несчастной любви заниматься творчеством. Мне, когда что-то не то чтобы не клеилось, а любовь угасала, мне хотелось заниматься работой. Я понимала, что насколько хорошо не быть влюблённым, а куда-то направлять в своё развитие энергию и не тратить на какие-то встречания, ухаживание, вот этот конфетно-букетный период. Я думала, боже мой, какая-то трата времени. Лучше в карьере добиваться чего-то, чего-то. Потом со временем понимаешь, что это карьера, это просто на самом деле смешно, это больше какое-то рабство. Опиши свою жизнь в трёх словах. Три слова — это даже много. Здесь можно описать одним словом — дети. Сейчас моя жизнь завязана полностью на детях, потому что такой возраст, ну, три с половиной, там чуть больше уже, они постоянно болеют, им необходимо уделять внимание, несмотря на то, что их двое, они сильно ко мне привязаны. Я не могу от них скрыться нигде, ни в одну комнату уйти, проходят три секунды. «А! Ты куда пошла? А где мама? Ау! Ты где?» И, ну, то есть мне необходимо, даже если они там смотрят мультик, либо они играют, мне необходимо находиться рядом с ними. Если я уйду в другую комнату, они тут же приходят со своими вещами ко мне. Хоть мы и ходим в сад, они часто болеют, мне необходимо углубляться в их питание, в их оздоровление. Сейчас, наверное, начнутся кружки. И, в общем, ну, как таковой моей жизни нет. Вот если бы не было Ютуба, я бы, наверное, сошла бы с ума. Так мне хоть хочется читать какие-то книги. Например, вот эта книга во имя Гуччи безумно интересная. Я обязательно сделаю о истории Гуччи видео, но у меня на это очень уходит долго времени для того, чтобы подготовиться, и не хочу делать лишь бы как. Поэтому я что-то изучаю параллельно, но это всё рывками, это очень непрофессионально. Я посещаю какие-то курсы, это больше как бы развеется. Но моя жизнь сейчас — это дети, потому что они больше никогда не будут маленькими. Я ничего не смогу отмотать, вернуть. И, ну, своё детство они будут помнить всю жизнь, и это их формирует как личности. Поэтому моя задача сейчас такая. Чем занимаешься в пробках? Лекции, музыка, аудиокниги. Ну, по сути, в Киеве не бывает таких пробок, чтобы там, я не знаю, можно было просидеть часами. Вообще я стараюсь не ездить либо куда-то... Если добираюсь, то добираюсь только пешком. Я выбираю такие локации. Если мне там нужно пойти сделать маникюр, то я иду пешком. Если мне необходимо сделать эпиляцию, я иду пешком. Я не буду выбирать локацию на левом береге либо, ну, в общем, куда-то далеко идти. Я не могу терпеть метро. Я не понимаю этот вид транспорта. Ну, я понимаю прекрасно, просто если бы у меня была где-то работа там на другом берегу, мне бы пришлось бы ездить. Но сейчас моя жизнь такова, что у меня нет нужды ездить на общественном транспорте. Я хожу много пешком, в спортзал пешком. Ну, я сказала, такие вот именно свои какие-то женские места для посещения, это всё в пешей доступности. Если нет, то это на машине, там отвозят муж, либо знакомые на машине, либо такси. Не бывает таких пробок, чтобы я занималась там чем-то, кроме поездки. Представь, что ты в караоке. Какую песню споёшь? У меня вообще нет ни слуха, ни голоса, к сожалению. Мне бы очень хотелось красиво петь, например, как поёт Аня Лорак, иметь такой красивый, мощный голос. Но у меня его нет. И если бы так вышло, что я оказалась бы в караоке, я бы пела песню Любовь Успенской «Пропадаю я». Мне почему-то кажется, что у меня получается её петь одну из многих песен. Девятый вопрос. Какой киношный герой самый стильный, самый умный, самый красивый? Ну, для меня, я так, не знаю, подумала, наверное, это будет Кэри Бирдшоу в фильме «Секс in the City». Безусловно, она там самая стильная. Этот фильм такой вне времени, его можно всегда пересматривать. Это пособие для молодых девушек и парней, как строятся отношения, такой симулятор, симулятор отношений. И вот она там, безусловно, и сильная на протяжении стольких лет бороться за свою любовь, красивая. Мне кажется, она подходит. Далее. Десятый вопрос. Лезешь ли ты ко всем со своими советами? Нет. Я считаю, что лезть со своими советами, когда тебя не спрашивали, это отсутствие воспитания. Хотя иногда из добрых там, как мне казалось, побуждений, хотя это людям и не нужно было, они не спрашивали, я несколько раз обожглась. И как не смешно бы это звучало, это происходило в Пирожковой. И последний раз года два-три назад мы пришли с малышами, выбирали булочки, взяли свежие булочки, мы их ели, и так нам было вкусно. И тут стояло два мужчины, и они выбирали, как-то суетились, не знали, какой такой-такой-такой. И я подошла и говорю, смотрите, вот эти вот булочки с корицей, они такие вкусные, а вот там вот ещё с вишней. И он поворачивается и говорит, да что бы мы делали без вас, женщин? Без вас же ни одного решения принять нельзя. И даже булочку в пирожковой купить. И он психанул, разворачивается и уходит. И я поняла, что мой вот этот поступок, рассказать, где свежие булочки, оно ему не надо. Он бедный, живёт дома, его, видимо, так затюкала жена, что он ей сказать не может. И тут такой случай, ещё подходит одна и советует, какую булочку ему купить. Он даже булочку не может купить без совета женщины. После этого я не даю никому никаких советов. Это отсутствие воспитания. Поэтому сижу молча. Дальше. Одиннадцатый вопрос. Что первое приходит на ум при слове удовольствия? Первое, что мне приходит, это то, чего мне не хватает, это сон. Какой-то спокойный, беспечный сон, когда не нужно никуда спешить, подстраиваться под чьё-то расписание, и когда ты можешь принадлежать сама себе. Вот это вот у меня такая ассоциация с удовольствием. И также ещё, возможно, как-то косвенно путешествие. Мне очень нравится путешествие. Мне кажется, это самое лучшее, что есть на планете, возможность увидеть другие уголки нашей прекрасной Земли. Двенадцатый вопрос. Какая она ухоженная девушка? Я думаю, что этот вопрос относится к такому очень хайповому и востребованному видео на Ютубе, ну, года два-три назад, по крайней мере, так было, как выглядеть дорого. Вот думаю, что люди часто путают эти два понятия – быть ухоженной и дорого выглядеть. Это совершенно две разные вещи. Много было видео на Ютубе о том, как необходимо увлажнить кутикулу, каким кремом намазать руки, они должны быть увлажнённые, как должно тебе пахнуть, как ты должна выглядеть. Мне кажется, это вообще не об этом. Это идёт изнутри. Человек должен быть добрым, располагающим к себе, иметь какое-то сострадание, чувство такта и быть воспитанной. Тогда этот человек будет приятен глазу и не будет тебе хотеться держаться на расстоянии от этого человека. Я думаю, что все взрослые, адекватные люди, все моют голову, соблюдают какую-то гигиену и так или иначе все за собой ухаживают. Но воспринимаем мы людей по-разному. Для меня, например, Ивлеева не выглядит ухоженной, а ухоженная девушка — это антипод Ивлеевой. То есть это чувство какого-то внутреннего такта, знание этикета. Это воспитанность, просто быть воспитанным, иметь сострадание, уважительно относиться к другим людям. Ну вот как-то так. Ты там, эй, воды принеси. Тогда для меня будет этот человек приятен глазу и будет казаться внешне ухоженным, приятным. Не будет от себя отталкивать. Веришь ли ты в колористику? И что спальня должна быть красной? Ну, смотря какую колористику. Я верю в то, что есть типажи людей, и так или иначе одному либо другому типажу идут определенные цвета. Но в то, что должна быть спальня красной, я не знаю, кто ее может выдержать, эту красную спальню. Очень тяжело давит. Не верю в то, что спальня должна быть красной. Будешь несносной свекровью. Нет, я не буду несносной свекровью. В любом случае у меня два сына. Мне самое главное, чтобы они женились по любви. Это будет их выбор. Я буду уважать все, что я могу сделать. Сейчас — это воспитать в них чувство вкуса, какой должна быть настоящая женщина, показать им пример на примере себя, сделать все, чтобы им не нравилась пошлость, вульгарность, невоспитанность. Опять все вокруг этого крутится. Научить их быть настоящими мужчинами, чтобы они выбрали для себя настоящую женщину. Выбор я их буду уважать. Это их путь, их жизнь. Они должны, значит, будут пройти какие-то испытания, либо, наоборот, будет всё гладко. Я не планирую быть такой бабушкой, которая будет сидеть с внуками. У меня есть много планов. Я хочу увидеть всю планету, все самые отдалённые уголки планеты. Хочу изучить много нового. Не хочу сидеть на одном месте. Не планирую провести весь остаток своей жизни, влезая в чужие семьи и нянча внуков. Вот как-то так. Поэтому мне часто приходилось сталкиваться, знаете, вот здесь я не свекровь буду иметь в виду, а каких-то тяжёлых директоров или людей, которые портят жизнь. Я для себя сделала выводы, что ничего не может случиться в моей жизни, чтобы я стала такой тварью. Поэтому, мне кажется, я буду замечательная свекровь. Пятнадцатое. Какие мужчины тебя впечатляют? Какие мужчины могут впечатлять? Такие, как Джеймс Бонд. Сильные, смелые, бесстрашные, которые делают невозможное, романтичные, которые ради тебя совершают поступки. Внешне, то есть это никак не проявляется. Моя приязнь к мужчине, то есть он не должен быть там блондин с голубыми глазами либо жгучий брюнет и нос горбинкой. То есть это только поступки. Вот ко мне с возрастом пришло такое понимание, что только поступки определяют красоту человека. Как он относится, что он делает, что он говорит. Вот он должен быть такой сильный, как за каменной стеной. Всё по классике. Сильный мужчина, слабая женщина. Шестнадцатый вопрос. Что интереснее, тратить деньги или их зарабатывать? Мне кажется, интереснее знать своё предназначение и быть востребованной. Тратить деньги, чтобы тратить их, нужно уметь заработать. Для этого у вас должно быть своё предназначение, и вы должны найти свой путь в жизни. Мне кажется, баланс интересен. И зарабатывать, и потом ты потратил энергию, потом ты получаешь деньги, потом ты идёшь их тратишь, восполняешь свои какие-то резервы энергетические. Вот как-то так. Семнадцатый вопрос. Ванна из молока или из шампанского? Ну, думаю, что точно не из молока, потому что молоко я не пью, у меня не усваивается, и вообще мне запах молока не нравится. Ну, тогда остаётся вариант ванны из шампанского. Ну, можно просто обычная ванна, горячая, с густой пеной. В таком виде я не могу. Я должен себя принять в ванну, выпить чашечку кофе. Пусть будет из шампанского, как в каком-то культовом американском кино. Восемнадцатый. В каком возрасте была самая счастливая? Я думаю, что в 27 лет. Уже такая взрослая, и всё равно ещё такая немного обеспеченная. Это был тот возраст, когда мы познакомились с мужем, и всё такое было. Мы встречали, и всё казалось красивым и бесконечным. Девятнадцатый. Что самое было хорошее и самое плохое, связанное с Ютубом? Самое хорошее было, что на Ютубе я познакомилась со своей подругой Олей. У нас очень много общего, и она является такой немного как бы виртуальной, хоть мы с ней и встречались в жизни, но моей поддержкой и опорой. И вообще для меня Ютуб, как я сказала, двигатель. Я не стою на месте, я развиваюсь, изучаю новые темы. Мне постоянно что-то нужно, и у меня канал разноплановый. Я не снимаю только о одной косметике, либо только о покупках вещей, либо только про историю моды, есть ещё путешествия. В общем, здесь всё то, чем я живу, что мне нравится. Поэтому это самое хорошее, что было. И самое плохое, это когда я снимала видеоколлаборацию, и мне необходимо было рассказать про свой город Киев, в котором я живу. Ну, разумеется, комментарии в связи со сложившейся политической обстановкой. Мне было очень больно, обидно читать, хотя я максимально старалась абстрактно снять про исторические места, то, как я видела, рассказать обо всём самым хорошем. Поэтому это единственное видео, по-моему, где я закрыла комментарии. Мне очень было больно, неприятно читать комментарии, где взрослые мужчины оскорбляли женщин, поливали матом, унижали достоинства человека. Поэтому я снимаю мало каких-то влогов, либо ещё чего-то. И, пожалуйста, не пишите комментарии по поводу этого. Мне просто необходимо было ответить на этот вопрос, но мне не хотелось бы опять это всё переживать и воспринимать заново это всё как заживое. 20 вопрос. Веришь ли ты в силу мысли? И было ли такое, что ты действительно что-то притянула с помощью силы мысли? Ну, смотря как верить в силу мысли. Я не верю в такую силу мысли, если загадать, сдать хорошо экзамен, не учить билеты, положить 5 копеек под пятку, в обувь, либо положить книжку или конспект под подушку и мечтать, что ты сдашь хорошо экзамен. Нет, в такую силу мысли я не верю. Для этого необходимо что-то делать. Я верю в концентрацию, в какую-то аккумуляцию энергии на какие-то действия, которые тебя будут побуждать работать на 110-120% лучше. И в итоге ты получишь желаемое через время. Но иногда в молодости у меня, наверное, были такие сверхсильные желания, когда я со второй попытки поступала на бюджет, хотя не было никаких гарантий, что я поступлю. Просто какие-то прокручивала авантюры. Иногда заранее, такое ощущение, что я знала, на какую тему у меня выпадет билет по английскому языку в школе и в университете. За счет этого как бы проезжала по вступительным баллам. Возможно, как-то настраивала интуицию свою. Соответственно, на эту тему я выстраивала диалог, выстраивала текст и рассказывала. Потом дальше у меня такое сильное было желание участвовать в мисс университета. Вот сейчас, мне кажется, мне бы не хватило смелости на все эти авантюры. Но это внутренний какой-то настрой, не только сила мысли. Плюс еще действовать нужно. Нельзя сидеть и медитировать, как Будда. Необходимо что-то делать. 21 вопрос. Кто привел любовь к красоте баночкам ухода за собой? Ну, кто еще мог привить, конечно же, появление Ютуба, социальной сети Елена Крыгина? Когда я смотрела ролики Крыгиной, мне казалось, что я абсолютно ничего не знаю о красоте, как я могла дожить до 27-28 лет. Мне очень хотелось разобраться в этой теме, в этих вопросах, иметь какие-то глубокие познания. Мне это оказалось очень каким-то таким чем-то невероятным, магическим. Конечно же, это Ютуб и социальные сети. 22 вопрос. Что бы никогда не согласилась, протестировать даже за большой гонорар? Я так понимаю, протестировать и потом прорекламировать то, что мне неинтересно. В принципе, как и сейчас. Мне неинтересно тестировать косметику NYX и рассказывать о ней. Это не буду я. Даже не знаю. Но это то, что мне неинтересно. и там, где необходимо переступить через себя. Вот это бы я не тестировала, не рекламировала, не брала бы гонорар. Мне бы это принесло больше каких-то пробелов энергетических, чем даже те деньги, которые бы я получила. Далее, двадцать третье. Стало бы лицом противозачаточных прокладок антидиарейных препаратов. Но при обычных условиях, если бы не стоял бы такой вопрос, что мне нечего кушать, мне нечем кормить детей, то есть у нас все хорошо, мы ни в чем не нуждаемся, нет какой-то критической ситуации, конечно, бы я не рекламировала эти препараты, но я не хочу зарекаться, я не отрицаю, что возможны любые жизненные ситуации, когда я бы ради близких, ради детей смогла бы это сделать, смогла бы прорекламировать. Здесь такой вопрос, что я знаю, как зарабатываются деньги. Есть такое выражение, деньги не пахнут, но это не совсем так, то есть сюда не входит продажа наркотиков и оружия, но для меня, если сложатся обстоятельства, по сути, не совсем важно, как зарабатывать деньги, если мне необходимо будет кормить своих детей, либо если это будет какая-то реклама, от которой, допустим, процент пойдет, либо все вырученные деньги на оздоровление онкобольных детей, то есть вот какие-то такие нюансы, что-то должно быть максимально хорошее в результате рекламы прокладок. Я бы даже могла сделать градацию прокладки, антидиарейные препараты и на последнем месте противозачаточные. Вот так. В зависимости от обстоятельств никогда не говори никогда. Все. Вот такие были ответы на вопросы. Я надеюсь, что вам было интересно немного послушать не только сухо заявленную тему в описании к видео, немного непривычное видео для моего канала. Я надеюсь, что вам понравилось. Заходите обязательно на Танин канал. У нее очень качественно снятые видео, красивые и путешествия очень мотивирующие. Спасибо вам за лайки, за комментарии. До скорой встречи. Всем пока.